Приветствуем всех зрителей-видеообозревателя, и сегодня у нас в гостях человек-легенда и женщина-мечта Нина Кирсо, прямиком из поезда, так сказать, с корабля на бал. Ниночка, очень рада тебя видеть здесь. Спасибо, я еще хотела бы добавить, ах, какая женщина. Ах, какая женщина. И самая любимая, у нас такая новая песня появилась, самая любимая, это я тоже. И тоже автор-супруг, господин Розанов. Ну, относительно авторства и всего остального мы поговорим чуть позже. Я тебе хочу задать самый первый и главный вопрос. Сейчас огромное количество артистов жалуются на то, что нет концертов, что все плохо. У вас все хорошо, несмотря на то, что все-таки вы находитесь не в Киеве, то есть основная база у вас находится в Полтаве, у вас там огромная студия европейского уровня, насколько я знаю. Да, мне всегда спрашивали в москвичи, ну, в частности, потому что как город-центр, как бы, ну, мы на русском языке поем все-таки основную массу песен. Всегда спрашивали, вот, там, и пять лет назад, и десять, Нина, как ты управляешь? А теперь можешь представить, Алина, как можно управлять? Но мне кажется, сейчас стало немножко легче. Сейчас появился вот Киев как столица, центр такой культуры многоязыковой. Я очень надеюсь, что наша Украина, она, ну, будет многоязыковая, но в том смысле, что много здесь будет всегда жить людей, которые говорят на разных языках и друг друга понимают. Поэтому вот сейчас мне до Киева три часа поездом, и, в общем-то, это приятно. Хотя я очень люблю поезда лежачие, но сидячие поезда, если три часа, то можно. Ну, все-таки скорость. Да, то можно. Поэтому, может быть, потому что мы не живем в большом городе, и мы не поглощаем, как бы, столько, сколько поглощают денег и всего жителей больших, вот этих центров, раздутые вот эти вещи. А мы все-таки как-то, как в Библии сказано, довольствуйся необходимым, мы все-таки стараемся довольствоваться необходимым, поэтому нам хватает. И вот в такие сложные моменты, а этих сложных моментов происходит всегда достаточно, через каждые два-три года какой-то сложный момент идет, и мы как-то пересиживаем. Ну, потому что... Но у вас там достаточно комфортно, вы себя чувствуете. Уходим в себя, где-то вдали от тусовок, и мечтой о встрече с прекрасной, с тобой. Спасибо большое. Основное количество коллективов сейчас как-то пытаются ужаться, да, то есть убирают музыкантов, сокращают штат. Я знаю, 95-й квартал ездит в Лондон на концерты в составе 9 человек. Да, вот я как раз и об этом говорю. У вас же все с точностью до наоборот. Во-первых, вы сохранили четко свой коллектив, тот, который был в группу фристайл, и плюс вы еще набираете каких-то музыкантов. Я знаю, у вас молодой гитарист не так давно появился. Да, я добавляю, потому что концертную часть немножко, вот я курирую больше, чем супруг. У нас два гитариста на больших концертах, ну, барабанщик у нас постоянно ездит с нами. Ну, в общем-то, он, вот Юра Зирко, барабанщик, он не член группы фристайл, он постоянно, он пока еще, ну, не совсем легенда, но он участник группы и в больших концертах он, конечно, есть. Но когда мы участвуем где-то в тусовках, где там надо 2-3 песни спеть, ну, бывает иногда просто там по каким-то причинам, нету барабанной установки, тогда Юра, если Зирко с нами едет, а он всегда говорит, я не хочу поехать, он тогда берет или гитару, бас, или на клавиши немножко, ну, в общем-то, винобизнанный на разных инструментах, музыкальный, поэтому, ну, вот хотят, я их беру, хотя это бывает потом копеечкой, минус какой-то. Ну, зато плюс в карму. Зато у меня полный комплект. Скажи, пожалуйста, вы сами себе инициируете концерты, насколько я знаю, то есть вы не всегда ждете, пока поступит предложение, у тебя есть определенные люди, которые занимаются концертами группы фристайл, кассовыми. Это не так много, и, в общем-то, первые, наверное, лет 15 фристайла мы действительно не делали кассовый концерт и вообще не работали, как таковые кассовые. Только если платят гарантию, тогда мы едем, как, впрочем, наверное, сейчас и в основной массе артистов. Касса чем, в общем-то, сложна и вопросительна, потому что там можно влететь. Ну, и плюс определенное количество менеджмента нужно содержать при этих условиях. Ну, мы работаем кассовые концерты, вот те, которые сами инициируем. Это в основном там, где не требуется большой какой-то рекламной кампании. А так вот у нас есть три директора, по сути. Один вот у нас украинский директор на территории Украины, все-таки нашей страны, гражданами которой мы являетесь. Один директор на всем постсоветском пространстве и плюс там за границей, куда мы не так часто пока ездим, но все-таки ездим и в Прибалтику, и в Казахстан. И есть у нас в Лондоне свой представитель по Англии. Даже так? Да, зовут его Игорь Березовский. Боже, это прекрасно. И насколько часто вы там бываете или бывали? В прошлом году были, в этом году тоже будем, в декабре месяце 13-го числа. А вот интересно, в основном в Лондоне, кто приходит на концерты? Это бывшие граждане? Украинцы, сейчас богатые. Украинцы, ну может быть россияне, да? То есть те люди, которые помнят еще... Во-первых, они все могут быть вообще граждане уже любой страны, но те, которые, конечно, знают нашу культуру, но они приводят друзей. Они приводят друзей, те, которые вообще иностранцы, чистые иностранцы, вообще не по-корейку по-русски, но им очень нравится. А сейчас благодаря интернету, благодаря вот сайтам, благодаря ютьюбу, наши клипы смотрят и бразильцы, там дают комментарии. Анатолий Розанов с таким удовольствием переводит, и в Америке смотрят. Вот люди пишут, например, так. Я не понимаю, о чем поет эта певица, она мне так нравится. А тут переводишь вот эти вот комменты. Ну, замечательно. Мне кажется, сейчас такая жизнь замечательная. Я себя ловлю на том, что как бы оно ни менялось, как бы что-то там ни разрушалось, но разрушается, значит, что-то снизу идет что-то новое. Это как росток земли, который пробивается. Поэтому мы видим, что рушится. Ой, как страшно рушится. Но никогда не бывает так, чтобы ничего не было. И поэтому рушится, значит, из-под низу. Вот оттуда. Именно лезет такой росточек, очень симпатичный такой. Очень такой. Последние несколько лет у вас пошел такой достаточно активный промоутизм группы. Вы начали снимать... Промоутизм. Да, промоутизм группы. Вы начали снимать клипы. Причем достаточно недешевые, извешенные режиссеры. Мы просто строили студию. То есть у нас просто есть такие периоды наших планов внутренних. В 2012 году мы закончили строительство студии. Конечно, в тот момент, в предыдущие годы, начиная с 2009 года, у нас нацеленность была на постройку собственной студии в новом здании. Совершенно новый проект с нуля. Не на каком-то этаже там, какого-то дома, а именно уникальный проект заказали мы в Киеве. Но те люди, которые были в этой студии, говорят о том, что это одна из самых дорогих студий в Украине. Но те, которые не просто были, а те, которые там писались, в частности, я могу сказать, что действительно очень хорошее качество и очень легко работается. Ну, то есть есть такая атмосфера хорошая, но все равно нужно приходить подготовленными с мозгами. Вы с Анатолием Розановым, со своим супругом разделили, я так понимаю, сферу влияния. Он занимается исключительно студией, записью. Мы не то, что разделили, а просто я подхватила на свои хрупкие плечи львиные ту часть работы, которые мой муж не любит, та, которая ему доставляет определенный дискомфорт. Это административная, так понимаю, часть. То бишь общение по правам с юристами, передача прав. Бухгалтерия. Ну, бухгалтерия у нас есть, бухгалтер все-таки, потому что я тут тоже консультируюсь. Просто я немножко все это курирую. И последнее время я так удивительно заметила, что я как бы тоже уже все переложила на других людей, а только немножко вот так общий контроль осуществляю. И у меня есть свободное время покататься на велосипеде, даже какие-то сделать добрые дела просто обычным людям, ну, вот в плане каких-то даже медицинских консультаций, то есть помочь кому-то найти врача хорошего. Ну, моим друзьям, потому что я живу в своем городе уже больше 50 лет, я знаю, где у нас хороший врач. И, конечно, с огромным удовольствием помогаю своим соседям, друзьям. Ну, вот. А часто вообще злоупотребляют твоим добрым отношением и твоим добрым отношениям? Нет, это невозможно. Нет, это невозможно. То есть все-таки ты не настолько мягкая и податливая, как можно пока насоспирамовать? Нет, пока моя доброта не имеет границ. Но пока. Ну, во-первых, как-то... Ну, это же маленький город. И я так часто уезжаю... Ну, не настолько маленький тебя знают все. Меня уважают, меня не дергают. Вот я сегодня ехала к тебе сюда, созвонилась с ректором нашего большого университета. И мой сын туда поступил, но, в общем-то, поступил сам туда. Но мы встречаемся, потому что в этом году юбилей большой университета. Я заканчивала его, когда еще был другой у нас ректор, отец нынешнего ректора. И просто я думаю, что меня попросят поучаствовать немножко в празднествах. По-моему, 85 лет университету будет. Что я с удовольствием, в общем-то, сделаю, если я буду в это время в Полтаве. Потому что я считаю, что я должна в своем городе тоже какую-то такую общественную работу делать. И я с удовольствием это буду делать. Ты знаешь, ты человек удивительной совершенно судьбы. Еще в юном возрасте ты уже стала знаменитой. Вы встретились с супругом Анатолием Розановым тоже достаточно давно. Нас познакомил Сережа Кузнецов, наш поэт и солист группы Freestyle, за что им очень благодарна. Очень много лет назад. И все эти годы, несмотря на вот этот вот бешеный график, постоянные гастроли, я помню... Не всегда бешеный график. Ну, практически. Периодами. Тогда, да. Вот именно в том периоде вы как-то смогли сохранить очень хорошие, нежные, теплые семейные отношения. Ну, потому что мы повенчались. А кто инициатор этого всего? Ты как женщина-охранительница домашнего очага? Или все-таки Анатолий как мужчина? Да, вчера, когда муж вернулся с рыбалки, 4 дня он отдыхал, а я пока тут крутилась, мы с ним говорили о том, что он мне сказал, что у него первый брак был неудачен, потому что когда он ушел в армию, его девушка ждала. И когда он вернулся с армии, он не был настроен продолжать отношения, но родители очень насели и заставили его жениться. И вот это сломало как бы ему вот это вот все немножко, потому что он поступил не как он хотел, а поступил под чьей-то волей. Да, и оно потому немножко, наверное, потом вот это все, может быть, если бы он не, ну, сам это принимал решение, было бы не так. Потом у него был второй брак, потом был третий брак, больше года, вот как-то оно все. А потом, когда мы с ним встретились, я ему говорю, ну, ты на мне не хотел жениться? Вот вчера я его спросила, а он говорит, что ты так говоришь? Ну, я его не торопила, во-первых, как бы оно само собой, вот я его не торопила, и он не торопился. Мы с 87-го года жили вместе. В 94-м году 7 лет понадобилось для того, чтобы вот когда, ну, вроде как уже надо расписаться, почему мы расписались и почему мы обвенчались, для того, чтобы наши общие дети были законорожденными. И когда вот, то есть, сказали раз, там, ну, может быть, я сказал, он сказал, хорошо. Ну, в общем-то, это как-то вот шло так безнажимно. Ну, не так тяжело пожениться или обвенчаться, как это все сохранить? Все-таки 20 с лишним лет вы живете вместе, душа, душа. У Толика прапрадед священник Орлов, а у меня прадед священник Александр Никонович. Это, в общем-то, информация такая открылась нам в 2007 году. И мне многое стало понятно, почему у нас сложилось, почему у нас вот так пошло. Ну, вот, наверное, потому что... А все-таки главный, кто в семье? За кем остается всегда последнее слово? Анатолий Розанов вот тем прекрасен, тем, что он никогда не требует главенства во всем. Ну, как мужчина, я ему позволяю решать вопросы, но, естественно, я что-то подсказываю, как-то готовлю. Ну, а я такой человек, что я, в общем-то, соглашаюсь с волей мужа, если это не принципиально. Но если это для меня принципиально, я тогда, ну, допустим, предлагаю, там, подумать, в общем-то. И мы как-то вместе находим, вот, ну, в общем, он меня за это, наверное, любит. У вас был достаточно непростой период, когда в группе Freestyle произошел некий разлом с солистом, вот, который работал вместе с тобой, с Вадимом Казаченко. Это не только этот был сложный, просто... Ну, основной такой, который узнала пресса, да. Тогда был развал Советского Союза, очень непростой. И вот, мне кажется, вот то, что тогда и денег не было, или как бы они были, но их не было куда тратить, оно же все сказывалось. Просто интересы, ну, которые Толик хотел, коллектив для Вадима делал, Вадим пошел в сторону, отказался от этого. Конечно, это удар был для Анатолия, ну, как для мужчины, просто дорожки разошлись, а он, как бы, искренне работая и поднимая фристайл с Вадимом Казаченко и с Ниной Кирсо, естественно, для него это был большой удар. И я его три года поднимала, Толик, вот я поднимала его психологически от этого удара. Но это не проблема Казаченко, это проблема Анатолия Розанова, который должен был тогда встать выше и научиться принимать вот эти удары. Но там же не совсем красивая история была по правам, то есть не совсем красивая. Эта история до сих пор некрасивая длится. Она периодически там то возникает, то затухает, но, тем не менее, до конца до сих пор не определено еще, кто же все-таки главный. Нет, не так. Оно все определено априори, потому как оно создано и как оно называется. Но просто некоторые люди, ну, так как у нас вот эта территория вся и России, и Украины, она в беззаконии во многом особенно. Ну, относительно авторских. Да, поэтому время от времени возникают какие-то моменты. Но вот сейчас, например, в Москве на телеканалах я знаю, что никто не возьмет видео или какой-то клип без договора. Я знаю, что на Украине тоже многие артисты, которые берут наши песни в частности, ну, которые мы раздаем, они тоже просят договор. И мы им даем договор. Но проблема вот в чем. Завтра, если поменяются законы, договор может оказаться, ну, как бы неправильным. Его нужно переделать. Поэтому я считаю, что договора, это как дополнение к словесным договоренностям. Если словесные договоренности есть, ну, можно и договор подписывать. Но если ты рассчитываешь, что этот договор тебя убережет от того, что потом человек спорить не начнет, то ничего он не убережет, в общем-то. Поэтому я знаю, что есть масса договоренностей, я узнавала у многих артистов, которые существуют только на словах. И прекрасно, ну, люди существуют, и все нормально. Договор дороже денег, да? Ну, договор даже словесный. А сейчас, на данный момент, с Вадимом Казаченко вы поддерживаете отношения или стараетесь? Ну, если считать, что я хожу в церковь и ставлю свечечки, ну, здравие, да, врагов своих, да, ну, может, он не враг. В принципе, я недавно подумала о том, что со мной лично, в общем-то, у Казаченко конфликта-то и не было. Я немножко получила связана в эту ситуацию из-за того, что я жена своего мужа, венчана, и я должна своего мужа поддерживать в горе и в радости. Но я просто могу посоветовать, допустим, своему мужу с кем-то сотрудничать или не сотрудничать. Ну, я лично никогда, в общем-то, к Вадиму не просилась, и он ко мне лично, в мою жизнь тоже никогда не просился. Ну, поэтому Анатолий Розанов выбрал для себя. Я помогаю своему мужу. Если Вадим не хочет помогать моему мужу, это его право. Он свободен. В прошлом году вы провели очень такое масштабное мероприятие, был большой во Дворце Украины концерт, юбилейный. Два раза в прошлом году провели один в феврале, 24 числа, один 25 ноября. В ноябре, да. И достаточно успешно это все прошло. Вы сделали очень такой финансово затратный проект. Нет, проводили нам концерт в Дворце Украины. Дворец Украины. Нам хватило, нам хватило денег, мне тоже, кстати, говорили по этому поводу, что вот тогда Кулиняк был Михаил директором, потом Недельский директором Дворца, что все жалуются, все жалуются, ну так, артисты все жалуются, ну, может, не все, но мне так говорили, вот ни на дна ты не жалуешься. Ну, я говорю, ну, я не могу жаловаться, ну, выполнили все наши требования, ну, выполнили, все сделали прекрасно. Что тогда, 24 февраля, что при другом директоре. Но съемка это же очень дорого. Нет, оборудование нам дали. Ну, дали-то не бесплатно. Мы заплатили. Бесплатно. Бесплатно. То есть вы сумели договориться, вернее, я так понимаю, ты сумела договориться, наверное. Просто, во-первых, какая-то ситуация такая была. Нас попросили не отменять концерт, потому что в феврале 2014 года было только три афишных концерта в Дворце Украина. Но мы, собственно, и не собирались его отменять. И мне дали оборудование, вот это все, Дворца Украина. Мы заплатили только за бригаду, которая снимала. Ну, то есть людям зарплату. Ну, и всем вот к тем, кого мы привлекали, звукорежиссерам там. И потом, конечно, я заплатила уже отдельно своими деньгами за монтаж, за титрование, вот это вот все. Ну, то есть именно за телепродукт. Он уже где-то вышел на экраны, и ты еще только помнишь. Да, канал Тонис много крутил, и Украина, УТ-1. То есть первонациональный. Вот-вот будет показывать. Потом много других каналов. И сейчас Интерплюс тоже собирается его покрутить. И я думаю, что каналы вот Шансон ТВ, есть такое телевидение, да, на весь мир вещает. Вот, и какие-то другие еще подключатся. В общем, где-то оно крутится. А в этом году вы планируете сделать какие-то такие масштабные концерты? Может быть, в начале следующего года. Потому что в этом году у нас осень очень насыщена всякими... Ну, нужно проект закончить, то есть выпустить проект «Дети фристайла». У нас сейчас очень интересная работа, у Анатолия Розанова «Дети фристайла». Он взял двух близнецов, которые действительно дети наших друзей. Очень талантливые ребята. Они уже, в общем-то, не 15 лет, им они немножко постарше, но все-таки молодые. Они, по-моему, 86-го года рождения. И что удивительно, что с прошлого года Толик работает с двумя близнецами, и сейчас Толика дочь вынашивает двух близнецов. Это просто какое-то чудо. Ну, просто... А почему именно такое название проекта «Дети фристайла»? Почему так? Они будут песни исполнять Анатолия Розанова. Они исполнять будут новые песни Анатолия Розанова. Ну, «Дети фристайла» — это дети Нины Кирсо и Анатолия Розанова, в моем понимании. Нет, а «Фристайл» есть сейчас Сережа Кузнецов, есть сейчас Сережа Ганжа, есть что-то Валера Супруненко. Он у нас все равно и до «Фристайла» с нами работал. Он просто полтовчанин, и наш друг. И его супруга покойная, Света Яцишина, она была в группе, которая до «Фристайла» еще была. Ну, то есть это... Родные люди. Да. Это дети, потому что они по возрасту дети. Ты как, знаешь, как говорят наши родители в церкви, да? А родители — это все, кто нас старше. Это не обязательно наши кровные родители. Вот кто нас старше, мы должны их уважать, слушать, ну, не обижаться на них, да? Благодарить там. А как будет выглядеть этот проект и идея в чем? То есть это будет некий новый какой-то взгляд Анатолия Розанова? Я считаю, что дети «Фристайла» — это как начало, знаешь, для того, чтобы им проще было немножко привлечь к своему названию. Чтобы показать немножко, что это от Розанова. Ну, стрелочка. Ну, бренд уже раскрученный. Но они должны родить свой хит. А то, что они, конечно, в концертах будут немножко петь фристайл, но как-то по-своему, это рок-команда. Рок-команда. Это очень интересные ребята, это очень интересные голоса. Ну, я уже об этом рассказываю, потому что вот-вот буквально в месяц. И мы выпустим этот проект. Я думаю, что наши фристайловские поклонники, первые, кто его примут, им понравится и пойдет дальше. Уже в концерте нашем они принимали участие в городе Полтаве. Мы их презентовали. Ты постоянно делаешь для себя какие-то новые проекты, да? Вот я помню, несколько лет подряд был такой телеформат «Фристайл собирает друзей». Песни Анатолия Розанова и Сергея Кузнецова пели известные артисты. Вы инициировали это все в телесъемке. Он сейчас опять разрастается. Вот, собственно, к чему я веду. Потап и Настя Каменских будут делать песню «Больно мне больно». И как это будет выглядеть? Ну, это не в этом году. Вот я думаю, что в следующем году, может быть, мы найдем заинтересованную компанию, которая проведет, возьмет на себя вот эту организацию, потому что я все-таки, ну, я же не могу, все, это нельзя. Я девочка. Не, ну, это нельзя. Просто, как мне сказал господин Недельский, вы певица или кто? Интересно, что он услышал в ответ. А я промолчала, что я и со-продюсер, но думаю, вот это со, 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 со-продюсер, неважно. Хотела сказать, как вы хотите, как вам хочется, ну, певица, впрочем. Ну, это неважно, кто я. Я, главное, что я человек, который растет, развивается, который радуется жизни, благодарит Бога за все. И благодарю весь мир вот за то, что он вот такой, какой есть. И стараюсь по мере сил помочь всем, кто вокруг меня, да. Ты знаешь, ты совершенно потрясающе выглядишь. Я знаю, что у тебя уж твой образ жизни совсем здоровым назвать нельзя. Очень здоровый. Я не пью. Нет, ну, все-таки архивы не спят, сколько нужно. Я сплю. То есть ты все-таки себя бережешь. Я сплю, когда я могу спать. Я после родов, в 98-м году я родила ребенка, мальчика. Я потеряла вот эту способность спать тогда, когда ты приехал, и есть час времени, можно лечь спать. Ну, видно, нервная система немножко все-таки поднагрузилась. И потом я пропила антипаразитарку. Ну, ты со многими артистами делишься вот рецептами своих каких-то там травяных сборов. Да, и знаешь, у меня после того, как я пропила, у меня восстановилось вот это качество спать. Когда захочу, либо надо спать. Нина, спать. И Нина будет спать. Знаю, сейчас очень актуальный вопрос, наверное, для всех артистов. Если поступают предложения из-за границы, ну, скажем так, из России, стоит или не стоит туда ехать? Вот твое мнение, как нужно артистам относиться к этому, и как нужно поклонникам относиться к тому или иному выбору артиста? Я считаю, что мы едем к людям. Артист, любой человек, публичный, он выходит к людям, он несет информацию. Если тебе есть что сказать этим людям хорошее, то ниточки эти перерубывать нельзя ни в коем случае. Если ты, ну, негативно относишься, ну, вот у тебя, вот ты не знаешь, что тебе туда, тогда не еть. Но я не еду кому-то лизать или кому-то там петь дифирамбы. Мы едем к людям. Мы перемещаемся в том пространстве, где живут люди, с которыми нам и дальше жить на этой земле, на этой территории. И я не имею права их осуждать, но нести какую-то свою информацию, когда на наш концерт приходят священники, чтобы услышать вот то слово. И когда я в концерте, я помню, вот в прошлом году мы выступали в одном городе, и я говорю, мы сейчас будем петь песню, которую мы не можем сейчас петь во всех странах. И мы пели «Московская любовь». Я думаю, все понимали, ну, я так думаю, о чем шла речь. То есть мы говорим правду. Ну, говорим правду так, чтобы не обидеть, не унизить другого человека. Ну, говорить правду надо, правда должна идти. Если мы все перестанем ездить, вообще общаться, то же другой вопрос – наживаться, зарабатывать. Ну, это взаимосвязано, как правило. Ну, я думаю, что логика в том, что я говорю, есть. Абсолютно. А имеет ли артист право на личное мнение, условно говоря, там, социальное, политическое? Обязан, обязан. И имеет ли право он его нести со сцены? Потому что у нас ситуация, как правило, таким образом складывается, когда идет какая-то предвыборная кампания того или иного депутата партии и так далее, и так далее, то артисты со сцены абсолютно смело говорят о своей позиции. Что говорят? Что? Мы за… да, ну, то есть их появление на этой сцене уже каким-то образом говорит о их позиции. Я хочу сказать так. В свое время, когда избирался губернатор Белгородской области Савченко, фамилия такая Савченко, нас туда пригласили. Ну, естественно, за деньги мне было, что все равно мы ехали на концерт. И мы, когда приехали в Белгород, весь Белгород был увешан плакатами «Савченко и фристайл». Его лицо Савченко, то есть он делал, ну, в себе пиар и пригласил фристайл, ну, очевидно, нас, потому что люди любили. И мы работали в выступлении, концерт, и пришли вот уже в конце концерта, все хлопают, пришли в конце люди и говорят, «Нина, ну, скажи сейчас, чтобы голосовали за Савченко». Сколько лет назад это было? Ну, это надо смотреть, не знаю, 10 лет назад. Ну, то есть достаточно давно. Когда это все было. Это неважно. Но мы уже все равно были гражданами Украины, мы иностранцы. Я говорю, я не могу. Я не могу такое сказать, потому что, во-первых, откуда я знаю, с кем им будет лучше? Как это я буду говорить, за кого им голосовать? У них право есть выбирать. То есть, с чего я могу вот взять на себя ответственность, сказать, что вам с этим человеком будет лучше? Я могу сказать, что я этого человека знаю или не знаю. Я дружу с ним или не дружу, там, я верю ему, это и лично я, а вы как хотите. Потому что, извините, ваша жизнь, это у каждого свое. Я не могу вам навязывать и не хочу. А тем более иностранка. Он говорит, Нина, ну ты видишь, тут все равно все за него. Тут все равно. Ну, выйди, скажи. Я говорю, да выходите сами, говорите. Не, ну, выйди, скажи. И я понимаю. Мне надо и сюда угодить, и туда. Но так при этом остаться белой и пушистой. И мне приходит в голову мысль. Я иду и говорю, у вас послезавтра выбор. Потому что это же концерт, завтра уже нельзя, день тишины, и потом выбор. Они все кричат, да. Я говорю, вы знаете, за кого будете голосовать? Они, да. А я говорю, ну и голосуйте. И вот этот вот человек, который меня просит, он говорит, все, браво, браво, молодец. То есть, в принципе, я поняла, что они хотели. То есть, чтобы люди проявили активность. К этому я могу призывать. Но обещать людям, ложить голову свою вообще за кого бы то ни было. Знаешь, есть такая пословица в Америке, по-моему. Если вам не стало через там два месяца или полгода стыдно за избранного кандидата, значит, вы не участвовали в выборах. Никто из людей не свят, никто, нет таких, которые бы не делали ошибок. И поэтому люди, которых выбирают, естественно, чем больше они, может, даже хорошего сделают, тем больше они кому-то лично плохого сделают. Ну, по жизни неудобств доставят. Поэтому тут, мне кажется, что люди не должны допускать к политике людей, которые призывают пуль в лоб, там, или говорят, что кто-то бандит. Вот так, бездоказательно. Вот этого, наверное, делать нельзя. Но все-таки должна быть культура. Если видите бескультурного человека, не голосуйте за него. Потому что он также бескультурно влезет во все ваши жизни. Пусть влезет, но культурно. Пусть заберет, но интеллигентно. Пусть отнимет, но с объяснениями, с компенсацией. Мне как-то это вот напоминает. Пусть отнимет, но с объяснениями. Объяснить можно все, что угодно. Но нам не объясняли. Мне кажется, Майдан встал, потому что даже не объясняли. Даже до того дошли, что уже даже не захотели хоть как-то объяснить и рассказать, что это все хорошо. Ты такая достаточно активная очень женщина. А никогда не предлагали тебе заняться политикой? Мне кажется, у тебя было... Я занимаюсь политикой в рамках своего коллектива. Нет, я имею в виду именно в других немножко рамках. Слава Богу, Богу миловал. А если бы предложили, согласились? А если бы предложили, я бы сразу сказала то, что я говорю всегда. Мне можно дать деньги, но меня нельзя купить. Поэтому мне опасно идти пока в политику. Здесь речь идет о том, что, может быть, можно что-то сделать. Да, вот в свое время Слава Вакарчук, он пошел в политику. И ушел, да? Да, с идеей о том, что он может что-то изменить. Но он же ушел оттуда. Получилось, не получилось. Нет, но он пришел в депутаты и ушел оттуда. За что я очень его уважаю, что он ушел. Молодец. Потому что кто-то же должен уходить. Вот кто-то же должен уметь прийти и сказать спасибо, не надо. Ну вот, ну не должны все быть одинаковыми. Все пошли и пошли. Нет, для этого нужно где-то находиться. Крутиться возле этих денег. Но у вас определенная часть электората, это все-таки те люди, которые политикой занимаются, которые приглашают группу фристайлов на концерт. Я не думаю, что я на сегодня могу олицетворять. Это нужно моими лицом завешать, сейчас как Каплин везти, да, везде, вот, ну, всю Украину. Это уже само по себе нехорошо. Нельзя так. Мы как-то с тобой говорили о том, что самым тяжелым городом для концертов для тебя есть Полтава. Родной, самый ответственный. Просто самый ответственный. Просто из другого города я приехала и уехала. А в своем городе я буду долго потом слышать обсуждения. И что обычно говорят? Ну, давно уже, салава богу, уже окружение мое не доносит. Что говорят? Что говорят? Ну, ты же наверняка все-таки что-то слышишь. Наверное. Читаешь китайский. В одном фильме когда-то была фраза, по-моему, служебный роман, что у меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать. Поэтому я все, Данилка, говорю, Андрюша, ну давай я выйду за тебя замуж. Давай, ну как-то что-то такое. Он, конечно, смеется в ответ на это все. А почему именно Андрюша Данилка? Ну, просто мне... Потому что он полтавчанин и ты полтавчанин. Потому что мне приятно именно ему делать такое предложение. Потому что он теряется и не знает минуты две, что мне в ответ сказать. А мне это очень нравится. Я знаю, что недавно вот у вас с ним встреча должна была состояться. По телефону мы говорили часа три или четыре. И уже я лежала в постели. И уже пришел мой муж, лег рядом. И мы продолжали беседовать с Андрюшей. И я потом отдала трубочку своему мужу. Может быть, какие-то совместные проекты обсуждали. И они остались разговаривать вместе. Вот. Ну, я не знаю. Я пока думаю, что... Пока... У меня есть идея, у меня есть песня, которую я бы... Я думаю, что Андрюше подошла бы спеть вместе со мной. Даже. Это «Целуй меня горячее». Потому что это очень перекликается тема с его «Хорошо, все будет хорошо». И я знаю, что он любит фристайл. Я знаю, что он любит наши песни. Ну, я буду ждать семь лет. Семь лет пока... Не знаю, с какого дня. Не знаю, сколько лет уже прошло. Может, уже какое-то количество лет прошло. Ну, как вот я с мужчинами поступаю. Я жду семь лет. То есть я потихоньку подкладываю эти указатели, вот эти стрелочки сюда. Но они сами должны прийти к этому. Ты сказала, что у тебя сын поступил. Сын выбрал направление какое для себя? Ну, вообще-то он считает себя музыкантом, но поступил он на компьютеры. Потому что, в общем-то, не такой большой выбор был, он историю не сдал. Хотя он, в общем-то, неплохо. Как раз самый лучший разбираемый предмет в школе, это была история, и педагог вроде неплохо к нему относился. Но он не сдал ЗНО по истории. Поэтому вот те экзамены, которые он сдал, позволили ему, два варианта было, или компьютеры, или информатика. Ну, вот мы пошли на компьютеры. Музыкальную карьеру он не планирует? Потому что я знаю, что он у вас такой дитя-кулис. Он очень одаренный во всех направлениях. Как когда-то я прочитала фразу такую, гений управляет хаосом. И мне ребенок говорит, мама, запомни. Потому что вот мы управляем хаосом, поэтому пусть ребенок в этом хаосе пока себя ищет. Я не хочу его заставлять, это должно быть его решение. Я ему все время говорю, Максим, я буду не против, если ты станешь священником. Я время от времени ему эту стрелочку ставлю. Почему? А если он выберет шоу-бизнес? Мне все равно, что он выберет. Я говорю об этом. Почему? Если он в материальном мире где-то не реализуется и будет в отчаянии, просто чтобы он знал, что тогда можно идти искать в другом направлении, в духовном. Ну, то есть, если вот здесь не нашел, может, это неправильно. Ну, я просто ему это говорю, я просто ему говорю, что вот есть там другой путь. Ну, не вот этот материальный, добиваться успеха тут, а есть другой путь. Вот. Раньше он все время это воспринимал, как будто я его туда заставляю. Я говорю, я тебе просто говорю, что если ты захочешь туда идти, так как у нас в роду и у меня, и у папы были священники, вполне возможно, что ему все-таки захочется. Я не буду против. Еще такой вопрос. Последнее время, ну, последние, наверное, лет пять, я обратила внимание на резкий эпатаж в твоих костюмах. Причем это касается не только тебя, как солистки группы Freestyle. Например, вот Сергей Кузнецов там в клипе, он тоже появлялся в достаточно таком ярком, очень сильном образе. Что значит этот эпатаж и чья это идея? Я знаю, что вы работаете с Леной Винярской, которая делает вам костюмы. Сегодня она нас ждет. Да. Это достаточно такой провокационный все-таки дизайн. Ну, наверное, вот потому что такая у нас репутация, что пора нас уже вот немножко и с этой стороны где-то смелее быть. Мы же все-таки из провинциального города. Да, естественно, когда мы сами в себе очень скромные люди. Ну, а здесь нужно немножко яркости дать немножко. Тем более, когда вот мне было там 20 лет, я никогда не выставляла там грудь, не одевала короткие юбки. А сейчас я уже могу, потому что сейчас уже никто не истолкует это как пошлость. И фу. Сейчас скажут, молодец, есть что показать. Ну, а тогда не то время было. Ну, как-то тогда это было не... Мы сейчас доказали всем, что мы хорошие, интеллигентные, лирические люди. Но удивлять-то чем дальше? Сейчас так много всего. Сейчас так много каналов, так много всего, что фристайл тоже должен быть на уровне для того, чтобы привлечь внимание молодежи. Вот просто интересно, как вы познакомились, кто кому что предложил. То есть ты нашла Лену? В 2007 году у нас была вечеринка, вот это фристайл и друзья, и на которую пришла Леночка Винярская. И Игорек Лахин, наш директор украинский, он мне сказал, Нина там вон Винярская, она толковая, она толковая. Она там Звереву делает клипы, она толковая. То есть вот такой взглядик. И как-то я не могу сказать, что мы сразу вот... Но 7 лет-то не ждала. Нет, это же не мужчина, во-первых. Во-вторых, она сама к нам пришла на вечеринку, она танцевала. Я просто запомнила, как она танцевала и веселилась. То есть я видела, что ей нравится фристайл. Потом мы стали у нее заказывать костюмы. Она познакомилась с ребятами. Понимаешь, клип, тот, который человек снимает, я глубоко убеждена, он должен знать ребят. Ребят, тогда люди должны ему доверять, ребят. Если ребята не доверяют режиссеру, это видно потом. А как вы уговорили Сергея Кузнецова одеть вот такой вот яркий? Он как бы спокойно к этому относится? Обычно мужчины хотят быть. А потом у него был просто шарф, там просто костюм, брюки и шарф. Ну, я помню, у него была такая в заклепках очень яркая красная какая-то. Ну, это было просто жилет, да и все. Ну, что там такого? Просто оно смотрится ярко. А когда он надел на джинсы и на футболку, просто надел жилет, который увеличивает, ну, такие более мощные. Потому что у Сережи, у него такая мощная, красивая шея. Но немножко недокачанные руки пока. Поэтому вот этот пиджак, его красный цвет шел всегда. У него всегда был красный пиджак. Это я давно знаю, что красный цвет ему шел и черный. Поэтому тут, в общем-то, никакой проблемы не было. Ну, это обычно проблема для мужчин, я поэтому и спрашиваю. Это Лена, молодец, что она это так все сняла ярко. Поверь мне, на площадке, когда ребята оделись, ну, ничего там такого. Не, ну, оно нормально было. Не, ну, было отлично. А в кадре, потому что кадр это другое. Оно может смотреться вот так очень ярко, а в кадре никак. А здесь наоборот, здесь так оно в жизни, ну, в общем-то. А потом Лена уже знала ребят, она знала все. Она принесла откуда-то эти курточки. Это не наши курточки. Скажи, пожалуйста, на ближайшее время, вот что фристайл планируют сделать? Знаю, что у вас пару дней назад были съемки здесь, в Киеве. Ты сейчас улетаешь на съемки в ближнее зарубежье. У вас тоже там будет какой-то очень большой проект. У нас был проект в Юрмале. Участие у нас будет в Лондоне. В декабре это Лондон, да? Да. То есть у вас такой достаточно насыщенный получается график. Есть над чем работать. Есть над чем работать. Новые какие-то треки будут или это хорошо любимые? Новые треки у Сережи Многокузнецова, у Нины Кирсо. Мы сейчас берем старые песни и по-новому их подаем. Потому что я считаю, что у меня много там осталось прекрасных песен, которые... Вот сейчас мы сделали букет бумажных роз, и мы делали аранжировку. И я честно скажу, как вот Андрюша Данилка мне недавно сказал, там в какой-то песне кто-то у него украли бас. Представляешь, на какого уровня человек знает, за счет чего там песня звучит класс, потому что там какой-то бас определенный. То, конечно, Олег Винник тоже влияет на те... Я говорю, вот эту песню, слушай у Олега, вот эту. Вот я хочу вот, чтобы тут вот было. Вот, чтобы так вот качало, как здесь. Здравствуй, невеста. И мы букет бумажных роз, чего-то там где-то вот как-то... И прекрасно звучит, только начинает звучать. Я говорю, как у Винника. Еще петь не начал. Пошло тун-тун-тун, и весь зал оп-оп-оп. И у нас тоже так теперь. Только пошла первая песня «Букет бумажных роз». Знаешь, на выборах, как это звучало хорошо, выходит группа «Фристайл», на выборах стоит кандидат, и мы поем. Погасла наша звезда, и счастье не сбылось, не зацветет никогда. Букет бумажных... А, народ... Мне так нравится, ребята до сих пор смеются. Это самая предвыборная песня. Поэтому нас можно приглашать на выборы. У нас есть классная песня «Погасла». Погасла. Ваша звезда. Ниночка, спасибо тебе огромное, за то, что нашла время прийти в нашу студию. А наша звезда, я надеюсь, с любовью, через любовь. Еще очень-очень многие годы и десятилетия будет радовать своих поклонников. Это была Нина Кирсо. Всем огромное спасибо за внимание. Субтитры делал DimaTorzok